Два изделия прибыли в Анапу из Санкт-Петербурга. Наготове небольшой кран, однако, чтобы не создавать неудобства автомобилистам, решили разгружать вручную. Основное преимущество такого полевого орудия – относительно небольшие габариты и масса. Разработанная в конце 30-х, она была верной спутницей пехоты почти до самого окончания войны. Примерно так расчеты с трех или четырех человек мог перемещать сорокопятку по полю боя. В этом случае конечные цели – два угла сквера боевой славы. Там уже подготовили места для установки. По словам главы муниципалитета, такие объекты необходимы Анапе, как городу воинской славы. Это город воинской славы. Для нас это очень важно – сохранять от традиций, учить нашу молодежь патриотизму. До этого здесь стояли киоски, где осуществлялась отторговля всякими купальниками, кругами. То есть это портило облик города. И мы приняли такое действительно решение – правильно на этом месте установить пушки, чтобы у него за соблазнов не было здесь что-то постоять или чем-то торговать. Сквер – это сквер, это память, это наша жизнь. Матвей Лопатин из Каменско-Уральского Свердловской области. Он считает, что такой объект – неплохое наглядное пособие по истории. Так очень эффективно применялась на начальных этапах войны против немецких танков. Также самое ее большое и главное участие было в Сталинградской битве. Их там было очень много. Она была легкая. Насколько мне известно, ее можно было вчетвером утолкать. Установка «Сорокопяток» лишь начало. Заместитель главы города Роман Дикий, курирующий вопросы патриотического воспитания, уже в начале следующей недели отправится за самолетом. Одним из экспонатов – Музея военной техники, который появится на въезде в Анапу по Симферопольскому шоссе. У нас еще два там объекта есть. Два объекта. Это пушка и БТР. То есть, когда это успеем, то... Мы 21 сентября, день освобождения города, все успеем, все поставим. Все успеем, все поставим. Отлично. Юрий Поляков поручил не терять контакта с военными и силовиками, чтобы и дальше пополнять боевую коллекцию. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион.